Всем бодрого, позитивного и классного настроения! Вы настроились на волну игрового канала Dillon Game и я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровому симулятору OMC2. Дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, сегодня на обзоре у нас будет классный, легендарный автобус MAN SL200. Эти автобусы как раз таки поставлялись и в страны СНГ, их можно было встретить и в России. И данные автобусы начали выпускаться в Германии в 1973 году, продержались они на конвейере вплоть до 1988 года. Немногим немалым было выпущено около 5500 экземпляров. Главным образом эти автобусы в начале 2000-х можно было встретить в северной столице России, в городе Санкт-Петербург. И также можно было встретить их в Москве. Компания Mostrans Auto тоже имела в своей копилке несколько вот таких вот классных, выносливых автобусов. Давайте заглянем в салон данного автобуса, прогуляемся, естественно, по нему. У меня в начале 2000-х тоже можно было встретить этот автобус, только у нас, по-моему, какая-то пригородная версия была. Здесь такая чисто конкретно городская, хотя, может, и городская. Я уже не помню, потому что я тогда был ребенком. Но помню, что такие лупоглазые маны, они бегали. Круто я обозвал его лупоглазым. Пускай он таким и останется. Смотрите, какая отделка, как просторно все. Имеется уже такая вот накопительная площадка. Но здесь места также и для мам с колясками, для инвалидов еще, по-моему, в те времена места не оборудовались. Здесь даже дополнительных знаков, я смотрю, нет. И отдельных ремней крепления не предусмотрено. Видимо, какие-то другие автобусы уже для людей с ограниченными возможностями делались, выпускались на заводе. Помню, когда появились эти кнопки. Вот здесь, по-моему, что-то загоралось не на нашем языке. И помню, мы всегда говорили, нажимай только прямо перед остановкой. Не надо раньше нажимать, потому что при нажатии этой кнопки автобус останавливается. И то есть, если оно остановится на остановке, водитель тебя просто-напросто высадит. Было среди школьников, была у нас вот такая вот байка. Ходила она. Поэтому мы всегда на остановке старались, перед остановкой нажимать. Но потом это, естественно, стереотип разрушился. И мы поняли, что это просто заранее нажимаешь, чтобы тебе было бы удобно выйти на ближайшие остановки. Не знаю, честно не скажу, какая здесь максимальная вместимость, потому что данных нет. Но я думаю, что где-то человек под сотню можно разместить вот в этом замечательнейшем салоне. Комфортном, просторном. Но вот оно, рабочее место водителя. Вот таким вот образом оно выглядит. Естественно, давайте перейдем еще с вами сюда. Так, здесь, кстати, в пасхалке есть какие-то, что-то по-немецки написано. В общем, 40 сидеть, 42 стоять, 82. Но я думаю, в наших реалиях там у бюргеров, у них, да, у них всегда все должно быть по феншую, чтобы вот 82 человека и не больше. У нас сотни, ребята, будет, можно спокойно до сотни округлять. Потому что габариты у автобуса стандартные. Длина строго 11 метров, ширина строго 2,5 метра. То есть такие вот немецкие, четкие, европейские стандарты. Ну, здесь водитель на рабочем месте. В принципе, это же все идет с 73-го года. Я скажу, довольно-таки очень неплохо. Да, в Мерседесах с кнопочки все открывается, в Мане уже надо руками поработать. Приборка двухспицевая роль, ребята. Ну, как она читается? Ну, согласитесь, наверное, руль такой тоненький, классный. Вот, хотя, наверное, все уже привыкли к рулю от Икарусов. Кстати, автобус почему-то по очертаниям не напоминает, как Икарус. Из плюшек у нас здесь есть градусник. Трехступенчатая автоматическая коробка передач. Ну, в те времена она уже ставилась. Это было прикольно. Запускаем двигатель. С полоборота, ребята, он заводится. Как я и думал, под рулем у нас спрятался многофункциональный спидометр. Здесь, в принципе, мы можем считывать как скорость, так же есть и часы. Но это, в принципе, уже такое, как тахограф. Здесь, наверное, специальная карта, специальный диск такой бумажный вставляется. То есть, там уже можно отследить, сколько водитель отдыхал, сколько он ехал, с какой максимальной скоростью, с какой минимальной скоростью. В общем, все это можно подрассчитать. Двигаемся. Мы сегодня с вами по карте Чистогорск. Маршрут под номером 15. Стартуем от остановки микрорайон, третий микрорайон. И следуем мы до школы номер 40. Что мне очень-очень понравилось вот в этом аддоне, в этом мане, не знаю, наверное, действительно можно назвать полноценным аддоном. Ребята, таблички, номера, все автоматически настраивается. Только вот цифрыки вбил нужные, выбрал нужный маршрут. Все. У нас, по-моему, кстати, питерские номера ему присвоил. Это, кстати, с реального автобуса с мана позаимствована. Правда, окраска не совсем такая. Вот. Ну, что ж, ребята. Чисто на Икарус похож вот здесь вот так вот сделать. Ну, чисто на Икарус с планетарными дверями. Были такие модификации. Только у него три двери у Икаруса здесь. У мана две двери. В общем, таким вот образом сделаны. Решил не знать, что это желтую окраску. Я вспомнил, что у нас ман такой желтый. Он, правда, цельный был такой желтого цвета. Покрашенный. Там даже и дверь, по-моему, желтого цвета. Здесь такой двухцветный. Низ у нас желтый. И верхняя часть автобуса, она выкрашена в белые тона. И двери тоже белые. Вот. Ну, что ж, ребята. Пассажиры там уже заждались. Давайте прокатим их. Я думаю, что они тоже по достоинству оценят вот этот вот ман. Давайте посмотрим хоть противотуманки. Здесь, к сожалению, как всегда, с клавиатуры не включается. Нужно бежать в салон, искать все вот эти вот переключатели. Или убирать руль. Здесь, конечно, как всегда, по-немецки что-то. Сейчас посмотрим, загорелось его или нет. Или пассажиры вообще теперь в автобус садятся не будут. Нет, слушайте, давайте я выключу это все. У меня какие-то обдувы включаются. Слушайте, ну, хоть бы на русский перевели бы. Вот. Было бы куда приятнее. Ладно, не буду я лазить. Не буду ничего здесь лишнего трогать. Поедем сегодня без противотумана. Так, руль возвращается на место. Всем слабим. И руль возвращается у нас с вами на место. Ну вот, автобус готов к нашему сегодняшнему рейсу. Какие все-таки приятные ностальгические звуки. Какие все-таки приятные ностальгические очертания. И вот автобусы из прошлого, я не знаю, какие-то они все-таки добрые. Вот у него такая схожесть есть с Лиазом 677. Вот эти вот округлые фары. Так, где вот здесь вот, наверное, наша остановка будет. Вот, пассажиров очень много. Надеюсь, все они будут заходить. Я помню, какой-то тестировал тоже аддон, ну, немецкий. И Мерседес там был. Помню, что Мерседес был. Что-то из трехсотых серии. Как я замучился, ребят. Там, чтобы заднюю дверь открыть, автобус надо наручник поставить. То есть, без ручника задняя дверь не открывается. Там это ужас вообще какой-то был. Ну, в Мане здесь, смотрю, как-то все попроще. Вот, и это радует. Я думаю, что наши водители, эти все дополнительные ограничители, они всегда снимали и сделали, как им получше. Потому что, помню, у Вольво B10M там тоже с открытыми дверями всегда ограничитель срабатывает. То есть, автобус никуда с открытыми дверьми не уедет. Надо обязательно закрыть. Потом водители поснимали все эти датчики. Газу дадим больше. Трехступенчатый автомат, напоминаю, здесь стоит. На старых Мерседесах трехсотой серии тоже трехступенчатый автомат стоял. Тянет довольно-таки очень неплохо. Несмотря что настолько, что автобусу очень много-много лет, это 88-й год, это если вы учитываете, что последние автобусы сошли с конвейера, это автобус получается 35 лет. Вот такой вот юбиляр у нас. Не знаю, можно ли где-то на улицах России еще встретить автобусы, где-то в каких-нибудь русских глубинках, либо в Московской области, может, можно увидеть. Но я знаю, что в коллекциях такие автобусы есть. То есть, коллекционеры их ценят, их любят. И автобусы у них эти вот имеются. Смотрите, обдувы стекол, все есть, все имеется. Салон, ну, нормальный, кстати, салон. Я не скажу, что сейчас лучше делают. Даже отделка, я бы сказал, побогаче выглядит. Сидишь, словно, знаете, в таком дорогом шкафу. Так что-то текстуры у водителя исчезли. Карта такая немножко тяжеловатая. Не в целом, что карта тяжеловатая, а то, что много у меня установлено различных карт. И это все подгружается, загружается. Я думаю, что туманки можно включить, ребят, но не буду я копаться в этой всей бутафоре и не читал я никакие мануалы. Как же здесь классно все подобрано. Предаточные числа, супер, разгоняется. Слушайте, пробка. В Чистогорске, как всегда, пробки. Но благо по пути у нас как-то свободно дышится. Никто нам не мешает, никто нас не отвлекает. Это вдвойне приятно. На фоне вот таких вот многоэтажных серых панелек гоним на таком вот стареньком мане. Возможно, еще вот эти старые многоэтажные дома, серенькие панельки, они помнят вот эти вот старенькие маны, которые бороздили по многим городам. Россия им так же. И у нас в Латвии их можно было встретить. Не знаю, до Беларуси доехали эти маны или нет. Там я, честно, их не встречал. Вообще-то в Беларуси, я помню, такое вот постсоветское время, там как-то очень мало было импортных автобусов. Там, ну, пригородные всегда это либо ЛАЗ 699-й, либо Икарус 250-й, 256-й. Как-то там немножко поскромнее было с автопарком, но зато, когда активно начали выпускаться на заводе масс-автобусы, Беларусь реально обновила свои автопарки. И там, я хочу сказать, сейчас классно, современные автобусы, такие МАЗы, вообще, я не знаю, ничем не уступают, там, тем же МАНам, тем же Ивэко. Вот, отличные, классные автобусы. Поэтому Беларусь, вот, она шагнула очень в этом плане далеко и надежно, потому что МАЗы 103-й серии, 107-й серии, они оказались очень выносливыми автобусами. Не знаю, что сейчас там у них по сборке с автобусами. Я не знаю, есть ли там какие-то санкции, ограничения, потому что, ну, как бы, в сторону России, конечно, это все влияет, в сторону Беларуси я не знаю. Вот, ну, я хочу, чтобы у МАЗовцев было все хорошо, чтобы они дальше радовали, выпускали бы классную технику. В России, кстати, тоже есть свои двигатели, ЕМЗшные, поэтому никаких проблем я там не вижу. То есть, они спокойно для своего рынка могут выпускать двигатели, правда, может, и не в тех объемах, в которых это желается. Так, пассажиры забегают, заходят Чистогорд. Люблю Чистогорд за вот эти остановки. Очень мне нравятся. Такие разнообразные, необычные. То есть, приезжаешь в какой-то другой микрорайончик, все, пожалуйста, на те новые другие остановки. То есть, даже не спутаешься, не скучно как-то. Знаете, едешь так по маршруту, однообразно все. Одни и те же павильоны какие-нибудь стоят. Здесь все разное. Вот это очень приятно. Только вот серые панельки друг на друга смотрят. Обзоры по зеркалам, кстати, тоже есть, только салонное зеркало. Я, к сожалению, вот надо еще камерой покрутить. Можно было немножко сразу здесь угол обзора побольше сделать, и это было гораздо удобнее. Уау, разогнался тут. Ну, тормоза цепки хорошие. Это ж МАН, ребята. МАН. А в Беларуси еще тоже классные автобусы выпускаются. Я помню, видел такие вот первые. Это НЕМАН. НЕМАН, правильно называется. Классные автобусы. Они в целом, в принципе, копируют российские ЛЯЗы 52-56. Вот тут чистая копия, но, конечно, белорусский инженер-конструктор и там поработали получше, да? И НЕМАН, НЕМАН, вот выглядит он поинтереснее, понадежнее. Слушайте, я еду и даже на указатель не смотрю. Наша остановка, не наша. Вот где-то поворачивать надо было за Валтер, если я это с вами. Поэтому никогда не отвлекайте водителя, но лайки за проезд передавайте. Это, конечно, всегда приветствуется. В общем, у нас есть автобус МАН и есть белорусский НЕМАН. Вот так, получается, кстати, надо будет на НЕМАНе тоже покататься. Вот, на НЕМАНе. Когда-то давно-давно я делал обзор, наверное, я уже, там, не знаю, года 3-4 назад. У меня же канал практически больше 4 лет существует. Без многого, без малого. Но вот продолжаю я делать свою работу, снимать видео, заниматься своим хобби. Как же без этого? Немножко есть просадка такая. Чего-то тупника ловится. Вот фриз, когда камеры переключаешь. Но это в зависимости еще очень много, когда карт стоит. Ребята, чистая горсть, тоже начинает себя так капризно вести. Чугуев-карта тоже, в принципе, она такая довольно-таки капризненькая. Ну, Волжанка притопишь. Нет, слушайте, Волжанка-то приткая. Я уже... Газ в пол. Она уходит, уходит, но не хватает. Но это все-таки же автобус. Она неспортивный. Болит. Не знаю, трехступенчатый автомат. Мне лично нравится, как бы едет. Передачи такие более длинные получаются. Автобус пусть чуть-чуть медленнее разгоняется, но зато дольше. Я, кстати, какой-то современный МАН тестировал. Там был четырехступенчатый автомат. Тоже передачи длинные, но для города самое то, я считаю. На трассе, да, может, где-то мощности не хватит. Так, не забудем, у нас 15 маршрут. Ну и тут, как всегда, молодцы, да? Встречку ждем. Вот надо всегда учить. О, Волжана, да, молодец, въехала уже. Уже гаишников надо вызывать. Слушайте, что сегодня такое в Чистогорске творится? Даже мне по бордюрам приходится ездить. Настолько здесь тесно из этих автомобилей. Такие пробки какие-то. Как будто бы все куда-то убегают. Ребят, куда вы бежите-то? На работу, что ли, опаздываете? Да отдохните. Посмотрите мои видео, расслабьтесь. Не знаю, кайфую. Отдыхающий автобус просто. Вот еще пляс вот такого качества появился бы. В МС-2 вообще супер было бы. Цены бы не было бы. Хотя динамика, не скажу, что он прям как-то шустрее ляза. Вот этот вот ман. Ну, побыстрее, конечно, будет. Но тоже. Уже после 60. Вот 50 и 60 ему уже тяжело дается. Ну, я что-то не знаю. Я в детстве как-то эти маны не очень переваривал. Плохие впечатления у меня в этих автобусах остались. Хотя как-то я их мало видел. Как-то были, поездили они у нас. И потом быстренько исчезли. Подъемы тяжело даются. Вот чисто лязовское. Ляз 677. Вот чисто такое же поведение. Только там ляз уже ниже 40 скорость бы была у нас. Здесь, ну, чуть-чуть выше 40. Все, не тянет вообще никак. Наверное, на самую минимальную скину. Ну, а еще чуть-чуть покруче подъем. Я думаю, уже принудительно первую передачу либо вторую пришлось бы втыкать. Сразу полегче стало. Так чувствуется. Так что, может, кто-то из моих зрителей видел, созерцал такие автобусы. Кто-то, может, на них катался. Обязательно пишите, оставляйте свое мнение. Потому что, ну, все-таки конец 90-х, начало 2000-х. Это время такое было очень насыщенное. На автобусы приходили... БУ-шный автобус приходили. Новые автобусы. Икарусы, ЛАЗы, Пазики. Все это было в такую перемешку. Сейчас как-то уже стараются автобусные парки. То есть, даже смотрю в России, в той же Беларуси. Там, понятно, в Беларуси МАЗы все захватили. Вот как-то стараются одну какую-то марку поддерживать, чтобы там у автобуса, допустим, Скани, а все только у Скани. Там у дилера обслуживаются все вот только Скани. Вот там МАЗы, только МАЗы. ЛиАЗы, только ЛиАЗы. Потому что в России тоже наблюдают такую тенденцию, что где-то не ФАЗы преобладают, где-то ЛиАЗов много. То есть, везде где-то вот свои автобусы. Наверное, скорее всего, так же и компании между собой. Они делят этот вот рынок. То, знаете, там, допустим, чтобы преобладали одни ЛиАЗы, тогда ну не ФАЗы тоже. Да, все-таки завод тоже надо содержать, чтобы он был конкурентоспособным. Там все-таки тоже работают люди. Вот. Они трудятся, они делают, конструкторы, инженеры. Потому что мало ли что там у ЛиАЗы случится с какими-то проблемами. Тут не ФАЗ, все мы берем на себя, подклепаем своих автобусов детали, и все сделаем. Ну, тут подъем затяжной, но уже полегче дается. Провалов я не честную. Динамика просто потрясающая. Скоростным этот автобус не назовешь, но по городу крутиться, ездить самое то. Хотя и карусы тоже ленивые были. Так и карусы на кочерге были, а тут, ребята, автоматическая коробка передач. То есть полный фарш по тем временам. Так, 15-й, 15-й, 15-й. А, вот, наконец-то увидел. Думаю, неужели нету нашего маршрута? Нет, есть полный порядок. Так, тут еще лежачий полицейский, по-моему, будет у нас. Ограничение 40. Хотя, когда такой лежачий полицейский, я не знаю, на 40 здесь можно всю подвеску оставить. Вот. Слушайте, подвеска хорошо отрабатывает. Знаете, все-таки автобусы, знаете, когда они появились вот в конце 90-х, такие открытые, да, то есть водитель тут, тут, о, поровнее. Водитель тут все-таки, знаете, ты видишь его не то, как раньше, знаете, там в икарусах была полностью сплошняком закрыта такая кабина. Хотя сейчас опять вот в условиях то, что ты и СБС вроде отрабатывал, то, что пандемии вот эти вот были, честно, наоборот, опять автобусы начали делать, и вот опять все, кабина водителя там закрыта. Ну, остеклена, но все равно она уже такая закрытая. Закрытого типа получается. Дверь открыта, и уже, конечно, в зеркало заднего вида не особо я вижу, но смотрю, пассажиры забежали. Включаем белый сигнал поворота. Приборка круто, все работает, все анимировано, все есть. Манометры, смотрю, работают, давление масла, все, все в норме, ребята. Улица Вишневая. Вот хотелось бы, чтобы по названию остановок они все-таки по-русски были написаны. Вот. Как-то не очень кириллицей так читается круто. Вот. Этими английскими буквами. А то ларьки и напитки, все, в основном, вышумевая. Как-то звучит. Вот. Но с другой стороны тоже там отображение русских шрифтов бывают, конечно, проблемы. Вот не знаю, что у меня на ноутбуке 10-й Windows стоит. Ну, конечно, вот там что-то проблемы. На 7-й как-то не знаю. Все тут простенько, все удобненько, все ясно и понятно. Так, в левый ряд мне ничего не светит. Тут ребят налево поворачивают. Мы с вами поедем по правой полосе навстречу какие-то пробки. Куда же вы едете? Что там интересное? Я еду оттуда, там ничего интересного нет, ребят. Абсолютно ничего интересного. Я газелист. Здоров. Так, здоров кто-то мне сказал. Здоров. Зашел за проезд. Не заплатил, как всегда. Но Дилангейм всегда всем бесплатно везет. Какие-то помехи есть. Вот в звуке переключения передач, когда автомат переключается, что-то там есть такое. Трещит, словно колонки трещат. Ну, пропустите меня. Что-то вот этот вот на девятке и хотел меня пропустить. Там же красный забирается. Нормально, успели. Дворники, смотрю, здесь синхронно работают. Тоже неплохо. Ну, я думаю, в дождливую погоду со своей задачей они справляются. Так, задний мост побывает. Вот была такая проблема у старых автобусов. Вот сейчас как-то делают, ну, либо шумоизоляция такая. Но как-то мосты так не воют. Ну, раньше-то, конечно, ужас. Что на Икарсах? Что на... Ну, там, в принципе, рабовские мосты стояли. Так, ну, что у нас тут произошло? Что, рейс заканчивается, что ли? Ну, вот, к сожалению... К сожалению, ребята, вот такое вот бывает, блин, происходит. Вот. Я думаю, чуть-чуть не доехали мы с вами до конечной остановки, ребята. Так что, прошу прощения, но вот так бывает, омси подвисает. Все это происходит, вот эти вот баги. И именно то, что очень много модов стоит, вот это все начинает глючить, фризить, не дружить между собой. И вот такие вот конфликты происходят. Во всяком случае, ребят, классный автобус у нас сегодня был на обзоре. Огромнейшее спасибо вам за просмотр. Не забывайте проявлять свою активность. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока. И до скорых встреч.